Израильский загранпаспорт на иврите называется Даркон. Многим репатриантам, приезжающим на постоянное место жительства в Израиль, он в буквальном смысле открывает двери в мир. Между Израилем и многими странами действует безвизовый режим. Имея израильский загранпаспорт, можно свободно передвигаться по Европе, странам Азии и Южной Америки. В последние годы пытаются даже отменить визы для израильтян в Соединенные Штаты. В общем, без Даркона сложно. Однако, согласно правилам, которые действуют здесь уже 50 лет, получить его можно только прожив целый год, не выезжая за пределы Израиля. Если в начале 90-х репатрианты, приезжая в еврейское государство, даже не думали о том, что им сразу потребуется куда-то выезжать, то сегодня ситуация изменилась. Другие репатрианты, другой мир, другая жизнь. Попытались на этой неделе изменить и закон, разрешить выдавать загранпаспорт сразу. Вот тут-то и началось. Полиция вспомнила, что есть, цитата, преступные элементы в странах бывшего Советского Союза, которые захотят этим воспользоваться. В общем, вернулись в 90-е. Чем это закончится, попробуем разобраться сегодня в нашей программе. В Израиле опубликован отчет государственного контролера о военной операции в секторе Газа. Кто виноват в совершенных ошибках и что следует делать? Мы нанесли Хамасу наибольший урон за историю этой организации. Уничтожили около тысячи террористов и высокопоставленных командиров. МВД и полиция против новых репатриантов. Чем закончится скандал вокруг закона депутата Кнессета Удеда Форера о правилах выдачи израильского загранпаспорта? Почему полиция позволяет себе видеть в каждом потенциальном репатрианте преступника? Не является ли это примером расизма и дискриминации? Репатриант из Белоруссии обвиняется в том, что пытался записаться в ИГИЛ. Как израильские спецслужбы арестовали неудавшегося террориста? В Израиле выросло число дорожных аварий с летальным исходом. Плохие дороги или человеческий фактор? Как правильно вести себя за рулем и за что отвечает государство? Главная политическая тема недели – отчет государственного контролера о действиях руководства страны летом 2014 года во время боевых действий в секторе газа. Судя в отставке, ИСФ Шапира проверял не только, как министры принимали решения во время войны, но и то, как они к ней готовили, заранее зная или не зная о подземных тоннелях. В отличие от отчета Илья Гувинограда, после Второй Ливано-Израильской войны отчет Шапира выглядит менее острым. Однако это дало повед представителям оппозиции говорить о грубейших провалах. Подробнее о выводах судей Шапира в нашем видеоматериале. Во вторник, ровно в 16.00 по местному времени, израильские телеканалы и радиостанции вышли в специальный эфир. Публикация отчета государственного контролера ИСФ Шапира о действиях руководства страны во время войны в секторе газа летом 2014 года стала главным событием для всей политической системы. В докладе из четырех частей Шапира в первую очередь напоминает о главном итоге войны. В ходе операции «Нерушимая скала» с израильской стороны погибли 74 человека, 68 военнослужащих и 6 гражданских лиц. Операция продолжалась 50 дней и стала самой долгосрочной в истории страны. За это время в сторону Израиля были выпущены свыше 4000 ракет. Но самое главное, по мнению госконтролера, к чему не было в достаточной мере готовое еврейское государство, это угроза подземных тоннелей. О них не говорили в первую очередь на заседаниях узкого кабинета по вопросам безопасности. А ведь именно этот форум должен был обсуждать такие крайне секретные темы. С апреля 2013 года по май 2014 года узкий кабинет по вопросам безопасности не занимался вопросами стратегической угрозы, исходящей из сектора газа. Первое серьёзное заседание на эту тему состоялось лишь во время боевых действий в секторе газа летом 2014 года. И даже тогда министры не углублялись в детали сложившейся обстановки на границе между Израилем и сектором газа. Лидер оппозиционной партии Шатит и экс-министр финансов Яйр Лапит летом 2014-го входил в правительство Нетаньягу. В ходе боевых действий Лапит неоднократно выступал за жёсткий ответ на ракетные обстрелы. Однако подчёркивал, что Израиль должен искать пути к политическому разрешению конфликта. Это профессиональный глубокий отчёт, в то же время вызывающий тревогу. В нём есть личные замечания, относящиеся к главе правительства, экс-министру обороны и высшему армейскому командованию. Но сейчас нет смысла вести подобные политические споры. Ведь речь идёт о жизнях наших солдат, жизнях людей, живущих на границе с сектором газа. И поэтому в первую очередь мы обязаны исправить ошибки, чтобы в будущей войне мы не заплатили высокую цену. При том, что Лапит принимал решение вместе с Нетаньягу, сегодня он сетует на недостаточную информированность министра в ходе войны. Этот аргумент действительно находит своё подтверждение в отчёте Шапира. По словам госконтролёра Бенямини Таньягу и бывший министр обороны Мушей Алон, боясь утечки информации, намеренно скрывали от других министров кабинета секретные данные об истинных масштабах стратегических угроз и подробно обсуждали, уже без них, дальнейшие действия армии и спецслужб в секторе газа. Лидер партии «Наш Дом Израиль» Виктор Либерман тоже входил в узкий кабинет по вопросам безопасности два с половиной года назад. Занимая пост главы МИДа, Либерман неоднократно призывал в той операции идти до конца, а именно добиваться полного уничтожения режима Хамаса в Газе. Сегодня занимает должность министра обороны, Либерман уверен, что публичные споры вокруг отчёта лишь вредят армии. Заявления политиков в последние дни не имеют никакого отношения к извлечению уроков. Всё это сплошные взаимные упрёки и банальное сведение счётов. В окружении премьер-министра Бенямина Нитаньягу говорят, что в отчёте Шапира нет главного – достижений Израиля в этой войне. А ведь они были, и это не менее важно, чем работа над ошибками. Моей первостепенной обязанностью как главой правительства является обеспечение безопасности государства Израиль и его граждан. Именно это было сделано во время операции в Газе. Мы нанесли Хамасу наибольший урон за историю этой организации, уничтожили около тысячи террористов и высокопоставленных командиров. Мы сравняли с землёй башни террористов. Мы действовали с мощью и ответственностью и при полной координации политического руководства с военным. Люди, которые в той войне принимали главные решения, сегодня называют позицию госконтролёра политически ангажированной. Ну а в парламентской позиции отчёт назвали «красной карточкой Нитаньягу», призвав того взять ответственность на себя и уйти в отставку. Приведёт ли публикация документа судей Шапира к политическим изменениям в Израиле, пока говорить рано. Уже в ближайшие недели комиссия КНЕСЭТа по госконтролю, согласно закону, начнёт обсуждение деталей этого отчёта. И, как отмечают многие военные обозреватели в Израиле, времени на изучение отчёта совсем немного. Следующий раунд военного противостояния с Хамасом может начаться в любой момент. Депутат НЕСТО от блока «Сианинский лагерь» Ксения Светлова, сегодня гость нашей программы. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Ксения, вы также член комиссии по иностранным делам и обороне, но позвольте начать с реакции вашей, лидер вашей партии, Цепеливни. Она была, входила в кабинет по вопросам безопасности во время войны. И, вы знаете, оппозиция разделилась. Например, Ярлапит, которого мы слышали, говорит, что он не призывает к отставке премьера, а вашей партии, в том числе Цепеливни, сказала, что это «красная карточка» Бенемину Нитаньягу. Ну, я просто напомню о том, что Цепеливни, которая обладает достаточно большим и зрелым опытом в государственных делах, в отличие от Ярлапита, который на тот момент, это его был первый раз в правительстве, первый раз в кабинете, была напрямую вовлечена во все, что касалось попытки урегулирования после окончания конфликта. Потому что мы знаем, что когда говорят «пушки», это прекрасно, и нужно однозначно дать понять врагу, как будет происходить ситуация в том случае, если будет продолжаться война. Но, когда смолкают пушки, то начинают говорить дипломаты. А как она была вовлечена в это? Ее Нитаньягу, получается, направлял туда? То есть, Лапит не знал то, чего знал о ливне? Это то, что вы говорите? Вполне возможно. Я не знаю, чего знал или не знал Лапит, я не обсуждал с ним этот вопрос. Я только знаю одно, что цепи ливня знало больше, чем кто-либо. Какие возможности, какие шансы существуют у государства Израиль, и каким образом можно предотвратить следующую войну. Потому что, когда заканчивается война, ты, конечно же, смотришь всегда на то, что происходит, и думаешь, а не повторится ли эта ситуация в будущем, учитывая, что Цукайтан, незакрушимая скала, это была уже третья военная операция за короткое время в секторе газа. Поэтому только путем, скажем так, договоренностей и с региональными державами, такие, как Египет и Ордания, ООН, с другой стороны, и была, я помню тогда, опубликована резолюция, была издана соответствующая резолюция, которая касалась конкретно преступлений Хамаса и террористических актов, совершенных этой организацией, против гражданского населения в Израиле. И можно было бы на основе всего того, что было тогда, всего того, что происходило, добиться ситуации, при которой Хамас был бы вынужден сдать свое оружие, а теперь мы знаем, что за прошедшие 2,5 года она растила, опять накопила свой воинский арсенал и готовится к следующей войне с нами. Вы думаете, что резолюция, которую могли бы принять тогда в ООН, по типу резолюции 17.01 в Южном Ливане, неужели вы полагаете, что она могла действительно привести к тому, что Хамас добровольно отказался бы от своего арсенала? Я напоминаю, добровольно ни в коем случае. А кто? Кто-то же должен был разоружить Хамас? Я думаю, что ни один человек, и тем более террористическая организация, добровольно никогда... И тем более резолюция ООН, тогда как можно было это привести? Но, учитывая, что мы помним, что происходило тогда в 2014 году, к власти в Египте только-только пришел новый президент Абдуль-Фатаха Сиси. С его точки зрения, Хамас — это враги, это братья-мусульмане. Он достаточно однозначно дал понять во время войны тогда, что никакой помощи не будет, никаких гуманитарных коридоров не будет, и, в общем, Хамас предоставлен самому себе. С его помощью, а теперь ситуация несколько изменилась, да, то есть после вот этих двух с половиной лет, ситуация в плане безопасности ухудшилась в Египте, есть некие переговоры и контакты между новым руководством Хамаса и Египтом, да, опять же... То есть упущен момент, вы хотите сказать? Да, я понимаю. Упущен момент, можно было добиться демилитаризации, не совсем добровольной, насильственной демилитаризации газа, возвращение туда единственной законной власти, там, это, естественно, палестинская администрация, и при помощи региональных партнеров выработать формулу, при которой это ведет также и к началу переговоров, и по судьбе Западного берега. Да, но это означало бы уничтожение режима Хамаса. Безусловно. Я считаю, что с Хамасом... Останавливали и Нафтали Беннетт, и Аввикдор Либерман в кабинете. Ну вот не знаю, что им мешает до сих пор. Вопрос, Ливни проголосовала бы за уничтожение Хамаса. Почему я задаю вам этот вопрос? Мы знаем, что, опять же, мы с вами освещали ту войну три года назад, были утечки из заседаний кабинета. Мы знали, как голосовали министры. Мы знали, что, например, министр Лапит и министр Ливни голосовали так же, как голосовал министр Буги Алон, министр обороны, и Бенемин Танягу. То есть она была на стороне премьера. Она не была на стороне Нафтали Беннетта и Аввикдора Либерман. Да, но что произошло в сентябре? Разлом произошел в сентябре. В сентябре и после этого уже произошла знаменитая отставка. Она, правда, там... Это чуть позже, декабрь была отставка. Нет, чуть позже уже к декабре. Нет, декабрь уже были объявлены выборы, да, там и так далее. Поэтому отправили в отставку и Лапида, и Ливни. Но что происходило в сентябре, незадолго до этих судьбоносных событий, которые привели нас к новым выборам, как раз-таки в тот момент, когда, с одной стороны, Нитиняу направляет цепи на переговоры. И там она добивается определенных успехов, достаточно больших и значимых успехов. Возвращается к нему, и он говорит, что он и говорит. И есть платформа, которая предоставляет возможность сейчас вновь поднять весь вопрос о том, что режим Хамаса должен пасть в секторе Газа. Полная демилитаризация, возвращение туда палестинской администрации. Но параллельно должны начаться переговоры и по судьбе территории на Западном береге. Понятно. Она говорит о Нитиняу, Нитиняу ей что отвечает? Известно, как известно, Нитиняу на тот момент ответил, что никакой такой формулы он принять не может. Потому что, опять же, как бы все время находится в конкуренции со своим собственным министром Нафтали Беннетом. Нафтали Беннетом из еврейского дома. Кто из них правее? И в этом соревновании, вы знаете, победителем является, возможно, на данный момент Нитиняу. Но проиграли все мы, граждане государства Израиля, которые сейчас вновь смотрят на эскалацию и вновь думают о том, не состоится ли этим летом очередная война. Поэтому это та самая война, которую пыталась предотвратить цепи ливней. Этого не произошло. Отставка министров, новые выборы. И мы знаем, что происходит сейчас. Два с половиной года прошло с той войны. Хамас вновь нарастил свой воинский арсенал. И мы вновь смотрим опять, не понимая, собственно говоря, почему эту историю нельзя было закончить тогда, когда об этом говорили, я напоминаю, и нынешний министр обороны. Мы понимаем, что в политике, если бы много вещей могло бы быть... Так вот, на вопрос о том, как бы проголосовала цепи ливней, я могу сказать однозначно, у истории нет сослагательного направления. Но цепи ливни принесла к собой после этих переговоров однозначную формулу, которая позволила бы Израилю предотвратить следующую войну с Хамасом. Да, ну, ответственность премьер-министра, и в итоге премьер-министр решает. Вы уже почти два года в КНЕСТе, вы участвуете в заседании комиссии по иностранным делам и обороне. За два года были заседания, которые касались непосредственно угрозы туннелей? Опять же, если мы ссылаемся на публикации в СМИ, более 15 туннелей есть у Хамаса. Вы, как парламентарий, обсуждали такую тему? Во-первых, да, обсуждали. И есть еще и закрытая комиссия по вопросам разведки, где также этот вопрос обсуждался. То есть не будет отчета через несколько лет, который скажет, с 2015-го никто это не обсуждал? Я просто напомню, что все-таки функция КНЕСТа — это наблюдать за работой правительства. Поэтому единственный, кто принимает решение в тот момент, когда есть информация о том, что есть, например, подземные туннели в Газе. И сейчас об этом вновь говорят все главы служб безопасности. Единственный, кто может принять решение о том, что делать и каким образом нужно работать с этой угрозой, угрозой для нашего Юга, угрозой для нас всех, это, конечно же, глава правительства, его кабинет. Это не КНЕСТ. Да, но у вас есть контроль парламентский. Комиссия по иностранным делам обороны, она обладает большими полномочиями, чем, скажем, комиссия по образованию, при всем уважении. То есть у вас есть этот контроль. Вы знаете, я бы не сказала, что контроль гораздо больше. К сожалению, я это наблюдаю сейчас изнутри, мне об этом было известно еще до того, как я попала в КНЕСТ, о том, что КНЕСТ потихоньку, постепенно, и именно с подачи последних двух-трех правительств становится, скажем так, просто штампом на тех решениях, которые принимает правительство. У них есть автоматическое большинство, поэтому, если сейчас, например, депутат Михаил Рузин от Мереца, еще несколько депутатов от нашего лагеря, мы потребовали сейчас провести парламентское расследование, комиссию по результатам доклада госконтролера, то, естественно, вчера парламентским большинством это предложение было отвергнуто. На мой взгляд, абсолютно зря. Да, но у вас в оппозиции есть комиссия по госконтролю, и в этой комиссии, которая по закону в руках оппозиции, у вас есть возможность... Если бы не эта комиссия, хочу сказать, если бы не работала в этой комиссии, то, возможно, не весь доклад был бы опубликован, а может быть, и вообще не был бы опубликован. Да, но у вас есть этот инструмент, то есть вы можете продолжать благодаря этой комиссии и следить за... Смотрите, это была борьба за публикацию вообще, как бы, вот этого отчета, потому что, Я напомню, что немало министров кабинета, которые сейчас тоже находятся в кабинете, выступали против этого. Все-таки выступали против прозрачности, против того, чтобы у общественности был доступ к той информации, которую сейчас мы все располагаем. Поэтому, опять же, чем мы занимаемся сейчас? Мы проверяем, что было в той войне, но на нас уже следующее столкновение с Хамасом. И, конечно же, эти вопросы мы поднимаем в КНЕСЭТе и на пленарных заседаниях, и на комиссии по иностранным делам обороны. И, опять же, те люди, которые сейчас входят в узкий кабинет министров, они должны знать, что они входят в новую операцию, в новую войну. Они должны знать, как они ее закончат, они должны знать, как из нее выходить и как предотвратить еще одну войну, в конце концов. Типотокнаста от блока «Сианинский лагерь» Ксения Светлова. Большое спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. МВД и полиция против новых репатриантов. Чем закончится скандал вокруг закона депутата КНЕСЭТа Удэда Форрера о правилах выдачи израильского загранпаспорта? Почему полиция позволяет себе видеть в каждом потенциальном репатрианте преступника? Не является ли это примером расизма и дискриминации? Репатриант из Белоруссии обвиняется в том, что пытался записаться в ИГИЛ. Как израильские спецслужбы арестовали неудавшегося террориста? В Израиле выросло число дорожных аварий с летальным исходом. Плохие дороги или человеческий фактор? Как правильно вести себя за рулем? И за что отвечает государство? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова